В Денисском округе продолжается прививочная кампания. Уже порядка 80% населения, которые входят в так называемую группу риска, вакцинированы против гриппа. Медики считают, такой высокий показатель говорит о том, что жители региона стали больше доверять отечественному препарату. Людмила Сидейская продолжит тему. Марина Карипанова работает воспитателем в дошкольном учреждении. Прививку против гриппа делает каждый год. Не только потому, что ежедневно занимается с детьми. Она уверена, вакцинация действительно защищает организм от опасного вируса. За все время, когда я делала прививку, я не болела. Переношу нормально. Кто как переносит, смотря кто-то после прививки и начинает болеть. Это индивидуально для каждого. С начала кампании прививочный кабинет во взрослой поликлинике работает с утра и до самого вечера. Ежедневно через него проходит порядка 50 человек. Медики используют вакцину российского производства «Савигрипп». Вакцина натуральна. Особенно необходимо прививаться ей лицам старше 60 лет, лицам, которые часто болеют респираторными заболеваниями, также людям профессии медицинские работники, работники образования, работники общественного питания. Врачи признаются, сегодня сделать прививку от гриппа готовы далеко не все. Причин много. Одна из главных – пациенты боятся побочных эффектов. Например, это резкое повышение температуры и общая слабость. Так или иначе, медики настаивают – прививаться нужно обязательно. Сначала у нас вакцинация шла очень хорошо, то есть люди соглашали, самостоятельно приходили. Потом вакцины не стало. То есть мы сделали то, которое было, и длительное время не было вакцины. Сейчас вакцина появилась, мы делаем объявления, мы выезжаем в организации. И мы делаем, то есть все-таки мы людей настраиваем на то, что лучше сделать прививочку, чем переболеть ее и иметь серьезные осложнения. Особенно это касается несовершеннолетних. Любопытная статистика – тех детей, которым в прошлом году сделали прививку, опасный вирус прошел мимо. На сегодняшний день, конечно, вакцинироваться против гриппа нужно обязательно. Потому что осложнение, грипп страшен своим осложнением. Потому что если развиваются осложнения, то они очень серьезные осложнения. Это и энцефалит может быть, что пострадает головной мозг ребенка и будет потом страдать его когнитивные особенности. То есть будет проблема с учебой и так далее. Вирусная пневмония тяжело протекает. Респираторный синдром как осложнение вирусной пневмонии тяжело протекает. Важно помнить, в числе уважительных причин отказа от прививки – аллергическая реакция, обострение хронических заболеваний и высокая температура на момент вакцинации. А вот легкое недомогание не считается поводом для медотвода. Что касается прививочной кампании, то она в Ниньском округе продлится до 30 ноября включительно. Те, кто еще не успел сделать укол, теперь могут привиться даже в субботу. Медики принимают пациентов с 9 утра и до часу дня.